Читайте книги. Этот призыв вот уже на протяжении семи лет остается актуальным у участников международного конкурса юных чтецов «Живая классика». О юных дарованиях из Славянского района вы узнаете в следующем материале выпуска. Декламация, проще говоря, чтение вслух – это сложный термин, который уже хорошо известен десятикласснице Валерии Казаковой. Чтение стихов – это привычное дело для каждого школьника, а вот чтение прозы – это уже более высокий уровень. Для Валерии учить и декламировать любимые произведения, любимые занятия в свободное от уроков время. Увлекаюсь давно, нравится. Лет с пяти-шести я уже училась стихи Пушкина, Есенина, читаю, да, зарубежные классики, наши классики русские. Для участия в конкурсе Валерия выбрала отрывок из произведения Марины Цветаевой «Мой Пушкин». Выбранное произведение и манеру подачи зрителей и жюри оценили по достоинству. На обратном пути, тихом, позднем, санном, мать ругается. Опозорила, не поблагодарила за мандарин, как дура шести лет влюбилась в Онегина. Но мать ошиблась. Я не в Онегина влюбилась, а в Онегина и в Татьяну. И может быть в Татьяну немножко больше. В них обоих вместе, в их любовь. Для того, чтобы попасть на муниципальный этап конкурса, ребята прошли школьный отбор. Каждое учебное заведение выбрало тройку лучших – тех, кому предстоит бороться за путевку в край. Благодаря конкурсу «Живая классика» молодые литературные дарования общаются между собой, обмениваются опытом, делятся своим творчеством. Конкурс, в первую очередь, дает возможность расширить читательский кругозор и привить любовь к русской литературе. «Ребята сейчас увлекаются компьютерами. Естественно, проблема у всех. Они мало читают. А тут вдруг живая книга. Живые какие-то трепещущие проблемы, которые были и до него, этого ребёнка. Он их преобразует в своём понимании, в своём характере. Это очень интересно и очень полезно, очень нужно». После конкурсного дня жюри будет детально обсуждать каждое выступление. И только взвесив все стороны, выбранный текст, грамотность речи, артистизм и глубину проникновения в образную систему и смысловую структуру текста, будут объявлены победители. Надежда Калинина, Игорь Ванчуков, Александр Косицын. Программа «События».